Долина Смерти – это не страшное место, каким следует пугать маленьких детей. Это не какая-то там космическая аномалия, а также не название для фильма ужасов. Долина Смерти – это одно из самых интересных мест на планете. Почему это так, увидим в текущем выпуске. А пока давайте на карте посмотрим, где же находится этот уникальный памятник природы. Это межгорная впадина, расположенная на территории штата Калифорния в западной части США и являющаяся частью Большого бассейна и пустыни Мохаве. Долина Смерти входит в состав национального парка Долина Смерти. Помимо Долины Смерти в национальный парк входит также горная цепь Долина Салина и частично Долина Панамент. Своё название Долина Смерти получила в 1849 году во время золотой лихорадки, когда один из первых караванов золотоискателей заблудился среди гор долины и только спустя 4 месяца смог вырваться из неё. Заметим, что Долина Смерти является тем местом, которое поклонники саги «Звёздные войны» видели в сюжетах на планете Татуин. Также эпизоды с долиной появлялись и в других фильмах. Здесь очень засушливый суровый климат и почти безжизненная среда обитания. Но невзирая на это, долина является местом проживания индейского племени Тимбиша, которые живут здесь более тысячи лет. А археологические находки в виде наскальных рисунков свидетельствуют, что люди в регионе жили и 10 тысяч лет назад. На языке Тимбиша название долины переводится как «каменная краска». И связано это с тем, что здесь добывается краска на основе красной охры – природного пигмента, состоящего из гидрата окиси железа с привесью глины. Звери и птицы всячески стараются избегать появляться в центре Долины Смерти. 306 видов птиц встречаются в окружающих горах. Это в основном перелетные птицы. На склонах гор можно увидеть свыше 900 видов растений. А на сухих участках склонов находят приют рептилии, змеи и черепахи. Временами из гор Сьерра-Невада к началу долины подходят койоты, лисицы, олени, пумы, рыси и толстороги. Самая низкая точка национального парка и всего континента находится в 86 метрах ниже уровня моря в бассейне Бэдуотер. И хотя географическое расположение создает все условия для скопления в Долине Смерти воды, все на самом деле оказывается совсем наоборот. И место является самым засушливым на планете. Почему? Это связано с тем, что доступ влаги океана к Долине Смерти преграждают горы Сьерра-Невада и Панамент. Из-за этого среднегодовое количество осадков не превышает 43 мм, а бывает, что осадки не выпадают совсем. Очень редко здесь может также выпадать и снег. В январе 1913 года в районе Гринлэнд Ренч была зафиксирована рекордная холодная погода – минус 9 градусов по Цельсию, а рекордная максимальная – плюс 56,7 градусов по Цельсию – была зафиксирована в июле этого же года. Дорогие зрители, а вы знаете, почему Долину Смерти категорически запрещается пересекать пешком? И почему разрешается поездка только на автомобилях с кондиционером и запасом воды, вместе с группой? И то только строго по обозначенным дорогам. Все потому, что высокие склоны Долины Смерти в полдень накапливают солнечные лучи в низине, тем самым создавая эффект раскаленной сковородки с температурой до плюс 56 градусов по Цельсию. А в сезон дождей грунтовые дороги размываются настолько, что можно не суметь выбраться из Долины. Тем более, что мобильная связь здесь не ловит. В Долине есть еще одна загадка – движущиеся камни. Их еще называют блуждающими камнями. Интересным является тот факт, что у всех камней траектория движения почти одинаковая и видоизменяется вследствие их формы и объема. Но почему камни двигаются научному миру до сих пор неизвестно. Наиболее обоснованными являются предположения, что это происходит под влиянием магнитных сил или связано с сейсмической активностью в регионе. Причиной также может служить тонкий лед, появляющийся ночью. Долина Смерти важна для научного мира. Ученые постоянно мониторят сейсмическую активность в узкой расщелине, ведущей в пещеру дьявольская дыра. В этом месте, где встречается вода, могут возникать небольшие цунами до двух метров, когда происходит землетрясение в Японии или Чили. Еще одним интересным фактом является то, что в протекающих по раскаленной низине очень теплых соленых речках с небольшой концентрацией кислорода встречаются три вида карпозубиков. Эти рыбки живут только в этой местности на планете. Количество их измеряется десятками и сотнями особей. Все они занесены в Красную книгу. А вы знали о том, что 12 тысяч лет назад долина Смерти была покрыта водой? Или что летом 2001 года в долине температура держалась на уровне 38 градусов по Цельсию в течение 154 дней подряд? Возможно, вам известны и другие интересные факты о долине Смерти. Если это так, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях под видео. Также не забудьте поставить лайк, если вам понравилось наше видео.